Здравствуйте! Вот недавно произошло известное такое событие в космонавтике, в беспилотной космонавтике, в непилотируемой космонавтике. Миссия «Розетта», аппарат этой миссии, посетил комету Чурюмова-Герасименко. И вот это была очень такая миссия, удачная, хотя не во всем. И вот насчет этой миссии пришел к нам поговорить главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Леонид Васильевич Ксен-Фомолити, доктор физико-математической наук. Вот так вот, Леонид Васильевич. Ну так и что же там было удачного и что неудачного? Расскажите поподробнее про эту миссию. А то мы так быстренько в газетах прочитали, она быстренько там что-то пролетела, и все. И сразу другие новости пошли. Добрый день. Действительно, эта миссия была очень яркой, ее очень долго ждали, к ней очень долго готовились. Причем задержки были иногда связаны с расположением небесных светил. Разработку самой миссии на себя взяло Европейское космическое агентство. Там были несколько участников из других стран, но практически это была миссия всецела, основанная на работе Европейского космического агентства. Они очень гордились этой миссией, приближали ее как могли, но в 2002 году произошла такая неприятность. Уже все было готово для того, чтобы послать аппарат к комете. Тогда была намечена даже комета, вертельная была такая комета, и должен был аппарат через несколько лет достичь этой кометы. Аппарат должен был быть запущен с французской ракетой «Арианы», которая является одним из самых лучших разработок ракетной техники в мире. И вдруг выяснилось, что в самый последний момент какие-то сбои произошли с двигателем ракеты. Так как стоит эта миссия очень дорого, стоит запуск ракеты очень дорого, из осторожности решили проверить еще и еще и еще. И за это время комета вертельная ушла из той точки, куда был нацелен полет аппарата. Здесь нужно отметить вот что. Нельзя запускать аппарат, как говорится, в открытый космос, не найдя той цели, не найдя той миссии, на которую он рассчитан, и самое главное, не рассчитав траектории. Дело в том, что аппарат в своем движении использует скорость Земли. Скорость Земли, как вы знаете, 30 км в секунду Земля движется по орбите. А то, что ракеты ему сообщают дополнительную скорость, это ракеты чаще всего на химическом топливе, других пока еще не придумали. И летит аппарат так, чтобы цель, до которой он долетит, в это время находилась примерно в плоскости эклиптики. Плоскость эклиптики – это плоскость орбиты Земли. Если цель находится выше или ниже этой плоскости, возникают колоссальные дополнительные расходы горючего, и просто миссия становится невыполнимой. А здесь, значит, для того, чтобы можно было это сделать, выбирается такая комета, которая в это время находится примерно вблизи плоскости эклиптики. И вот пока возились с двигателями Арианы, комета ушла, и стали искать другую, которая в это время подошла бы. Этой кометой оказалась комета Чурюмова-Герасименко. Чурюмов Клим Иванович недавно скончался. Это профессор Киевского университета, астроном, кометчик, всю свою жизнь он занимался только кометами. И в 1966 году у киевлян не было своей обсерватории, такой мощной, на которой можно было бы провести. Он отправился в Среднюю Азию, и там, в Алма-Атинской обсерватории, наблюдая кометы, он и обнаружил вот это вот тело. Вместе с ним работали еще две дамы, Герасименко в частности. Была еще у них помощница. Ну, короче говоря, они сделали шесть удачных снимков и обнаружили, вернувшись в Киев, на них туманное пятнышко. Туманное пятнышко стало вот этой самой кометой Чурюмова-Герасименко. За нее Академия наук тогда СССР наградила их грамоты и вручила диплом об открытии, что они открыли вот такую комету интересную. И вот случайно оказалось, что именно эта комета и стала целью миссии. Здесь нужно сказать, что им отчаянно повезло, я имею в виду автором миссии Розетта, отчаянно повезло с выбором цели кометы Чурюмова-Герасименко. Более поразительного результата получить было нельзя. Это было действительно удивительное тело, которое по своим характеристикам, я имею в виду ядро кометы Чурюмова-Герасименко, принесло столько неожиданностей, принесло столько новых загадок, что, пожалуй, никто бы и придумать не мог, что такое количество совершенно необычных явлений будет обнаружено. Вот так получилось. Значит, это дело было в 2014 году. В середине года аппарат сблизился с кометой. Причем по ходу действия нужно заметить, что само по себе движение аппарата, несмотря на то, что это быстролетящий аппарат, путешествие заняло 10 лет. Только через 10 лет, после запаха, в 2004 году, аппарат приблизился к комете. Наблюдая кометы Земли, мы никогда не можем увидеть ту часть, которая, собственно, и ответственна за появление вокруг нее облака газов, плазмы, пыли. То, что называется на самом деле кометой, как мы видим на небе. Потому что ядро кометы на самом деле представляет собой небольшое образование. У разных комет, ну, от долей километра, это самые маленькие из них, до нескольких десятков километров. Вот была гигантская комета Хейла-Бопа, например, в конце прошлого века. У нее ядро было 40 километров. Но добраться до ядра тяжело. Во-первых, потому что когда комета становится все ярче и ярче, это значит, что она приближается к Солнцу. Ее движение сопровождается разогревом поверхности. Начинает испаряться вода, углекислый газ, окис углерода, многие другие газы, которые, в конце концов, казалось бы, дают сведения о том, из чего состоит само ядро кометы. Ну, в общем-то, ядро состоит, главным образом, из водяного льда, из замерзшего СО, из замерзшего СО2, много других компонентов. Но дело-то в том, что когда мы наблюдаем комету в телескопы, мы видим уже вторичные молекулы. То, что вышло из ядра, благодаря ультрафиолетовому облучению Солнца, благодаря другим потокам, потокам заряженных частиц и прочее, перерабатывается. И мы видим вторичные результаты этой переработки. Поэтому так хотелось бы приблизиться к самому ядру и посмотреть, что там на самом деле. Вот это и была цель миссии Розетта. Причем, вот облако, которое мы называем кометой, окружающее ядро, тянется в космосе на миллионы километров и достигает даже орбиты соседних планет. Это огромное по протяженности образование, в котором, однако, очень мало вещества. Один из французских ученых, когда мы готовили миссию Вега, как-то остроумно заметил, кометы подобны парфюмерией. Малое количество вещества рождает сильные эмоции. Ну вот это примерно то же самое. Действительно, масса той же самой кометы Чурюмова-Герсименко оказалась всего-навсего 10-13 килограмм. То есть 100 миллиардов тонн. По небесным понятиям это просто пустяки какие-то. И вот когда аппарат сблизился с ядром на достаточно большое расстояние, так чтобы камеры могли хоть что-то различить, оказалось, что тело обладает странной формой. Эта форма вот здесь представлена на модели. Клим Иванович Чурюмов в самые последние моменты, в самые последние месяцы своего пребывания профессором в Киевском университете заказал вот эту модель. Эта модель построена точно по результатам исследования кометы Чурюмова-Герсименко. Но в отличие от реального тела, оно не обладает такими провалами, дырами. Это более или менее массивная такая модель. Хотя на самом деле она точно повторяет все то, что было получено на комете Чурюмова-Герсименко. Для того, чтобы можно было наблюдать ядро кометы, желательно очень сблизиться с ним, но не только. Важно еще выбрать точку на орбите, где выделяющиеся газовые и пылевые составляющие кометы имеют достаточно малую интенсивность. Тогда можно действительно подойти к ядру и посмотреть на него. И вот аппарат сближался с ядром кометы Чурюмова-Герсименко в разных частях своей функции, на расстояние от 8 километров до 200. Понимаете, какая вещь? Ведь если аппарат обращается вокруг какой-то планеты, мы выводим аппарат, скажем, на орбиту искусственного спутника Венеры, искусственного спутника Марса, массивное тело в центре обладает достаточной гравитацией, чтобы аппарат удержать. Но когда это по небесным меркам тело малой массы, приходится аппарату помогать, чтобы он не улетел со своей орбиты. Таким образом аппарат все время исправляли в своем движении. Первые результаты, которые были получены, озадачили ученых. Я не буду рассказывать обо всем, что это потребует достаточно большого времени. Ну, например, скажем, такая штука. Атомы серы. Оказалось, что в одних составляющих, ну, например, в сероуглероде, атомы серы идут с изотопом 34, а в других составляющих с изотопом 32. Как это можно было объяснить, хотя комета находилась, по-видимому, произошла, возникла в том же самом протопланетном облаке давно-давно, 4,5 миллиарда лет назад. Здесь, наверное, стоило бы остановиться вот на чем. Кометы часто рассматриваются учеными как музей того, что было тогда, в те давние времена, что было доступно, что можно было получить из этого самого протопланетного облака. И всякий раз перед запуском нового аппарата к кометам говорится, «А, вот сейчас мы запустим новую миссию, и мы узнаем, что происходило тогда в этом большом полигоне, где образовались планеты». И ничего подобного. Каждый раз, как мы подлетаем к новой комете, оказывается, что новые загадки, новые результаты, и результаты, причем, не похожие каждый раз одно на другое. Одной сенсацией по части состава оказалось отношение водорода этерии. Значит, когда мы пьем воду, вот в каждом стакане воды есть разные теории. Одни считают, что основная часть океанов Земли возникла благодаря тому, что воду принесли кометы. Другие говорят, нет, это не кометы, это планета Земали, то есть большие зародыши планет. Короче говоря, спор до сих пор не решен. Но по многим утверждениям, одна треть стакана воды, когда вы его пьете, это вы пьете воду комет. Может быть, меньше, может быть, немножко больше. Но, во всяком случае, на этот счет нет единого мнения. Хотя те специалисты, которые очень любят громко высказываться, говорят, нет, кометной воды там мало. Так вот, в каждом миллионе молекул воды на Земле содержится 156 молекул воды HDO. Не H2O, а HDO. То есть там присутствует тяжелый водород. Тяжелая вода. Тяжелая вода – это уже HDO. А сам водород в данном случае – диетерий и водород. Один атом водорода, один атом диетерия. И вот оказалось, что почему-то в комете Чуримова-Герсименко HDO составляет в три раза большую величину, чем на Земле. В этот факт ученые вцепились и начали друг с другом спорить, почему это так может быть. Тем более, что комета, например, Хартли-2, которая, по некоторым данным, пришла оттуда же, из пояса Койпера, то есть из пояса тел, находящихся за орбитой Нептуна, она имеет такое же отношение HDO, диетерий к водороду, как вода на Земле. Как это из одного и того же котла могли получиться столь разные вещи. Но давайте обратимся к тому, как проходила сама миссия. После того, как были получены первые результаты, накопление данных шло бурно, очень бурно. Ну, значит, статьи появлялись с потрясающей частотой, все новые и новые научные статьи, и каждая несла в себе буквально сенсации. То есть комета Чуримова-Герсименко оказалась очень непохожей, например, на комету Галлея, о которой тоже хотелось бы сказать, но это было значительно раньше, 30 лет, недавно исполнилось 30 лет запуску аппарата ВЕГА, нашего российского аппарата ВЕГА, комете Галлея. — Это 1986 год, наверное, да? — 1986 год. Следующее появление через 76 лет. Вот комета Галлея обладает таким удивительным свойством. Она, во-первых, появляется не слишком часто, поэтому интерес к ней сохраняется, и не слишком редко, чтобы про нее уже забыть. Ну, вы знаете, наверное, что Эдмонд Галлей, это 1700 год примерно, вот впервые он разработал аналитический аппарат, и сумел показать, что комета Галлея возвращается к нам снова и снова с вот этим вот периодом. Ну, вот, значит, наряду с этими данными, которые были получены уже на первой стадии работы аппарата, ученые пришли к выводу, что пришла пора преподнести тот самый научный сюрприз, которого так долго ждали. А именно, это был не один аппарат. Аппарат «Розетта» нес на своем борту еще другой аппарат космический, который назывался «Филлый». — Как, как, как? — «Филлый». — «Филлый». Значит, само название «Розетта» — это розетский камень, который в свое время был обнаружен шимфильоном, вы знаете, наверное, в Египте. И благодаря тому, что там были надписи на древнегреческом языке и египетская клинопись, удалось прочесть историю этого камня. Камень этот является действительно гигантским, что ли, вкладом в историю науки, в историю цивилизации нашей. Сам камень был найден, повторяю, в районе Нила. А кроме того, на острове «Филлый» был обнаружен второй камень, другой похожий на этот, но в нем были упоминания Птолемея и Клеопатры. И по этим именам тоже удалось расшифровать содержание. Таким образом, аппарат был назван именем розетского камня, а «Филлый» — это был спускаемый, как в российской космонавтике называется, спускаемый аппарат. Аппарат должен был отделиться, приблизиться к ядру и сесть на его поверхность. Это было удивительное явление, как это все происходило. Когда аппарат проектировался, его оснастили буквально чудом современной измерительной техники. Каких только спектрографов там не было, каких только фотометров, каких только измерителей частиц не носовали на него. И все это уместилось в 100 килограмм. Хотя сам аппарат весил 3 тонны, из которых на горючее приходило 1600 килограмм. Ну, понятно, двигаясь туда аппаратом, было трудно. Я чуть-чуть отвлекусь, вернусь домой к розетте. Розета должна была передать всю информацию. Откуда передать всю информацию, это понятно было, от кометы. Но расстояние до Земли было огромное. В три с половиной раза дальше, чем до Солнца. Потому что тогда комета находилась на верхней части своей орбиты, удаленной от Солнца. Откуда взять энергию для того, чтобы все это работало? Ну, вот далеко летающие аппараты, аппараты дальние, аппараты такие, которые летали к Юпитеру, даже часть из них к Марсу, оснащались радиоизотопными генераторами. То есть радиоизотопы разлагаются, нагревают там, скажем, термобатарею, батарея дает ток. Очень неприятны запуски аппаратов, несущих на борту, скажем, плутоний. Потому что если происходит катастрофа при запуске, этот плутоний распыляется, заражает местность какую-то. И очень хорошо, если бы можно было обойтись без него. Те аппараты, которые находятся возле Земли, направляются солнечными батареями. И здесь решили, а давайте мы и этот аппарат розетта тоже оснастим солнечными батареями. Батареи имели размах 32 метра. Представляете себе? Каждая батарея в высоте была 2,3 метра. И несмотря на то, что аппарат был очень далеко от Солнца, то есть в 2 раза дальше орбиты Марса, этой энергии хватало для того, чтобы выработать сотни киловатт. И эти киловатты вполне годились для того, чтобы и работали приборы, и я сказал сотни. Нет, это что-то было около, значит, 1500 ватт работы. Полтора киловатта. Полтора киловатта, да. Но для этого нужно было, чтобы аппарат был близок к Солнцу. А на самом дальнем расстоянии от Солнца он давал значительно меньше энергии. Три раза меньше, но тем не менее, и этого тоже хватало. 500 ватт, полкиловатта. 500, ну, 500, 400, там, в самой дальней точке было, по-моему, 350 ватт. Все равно это хорошая мощность. Направленной антенной на Землю можно было сбросить все эти данные. И вот спускаемый аппарат. Так подождите, если, значит, розетта получает энергию от Солнца, откуда будет получать энергиоспускаемый аппарат, который отделится от розетта и сядет на поверхность. Поэтому его, он напоминал более или менее куб, и на пяти сторонах его из шести были установлены тоже солнечные батареи, которые аппарат, уже севший на поверхность, а он садился вот примерно здесь, севший на поверхность, должен был получать от Солнца энергию, которая должна была приводить действие и его приборы, и опять же передавать информацию на борт розетты. А розетта уже посылала свет на Землю. Оттуда сигнал шел в 28 минут. Это было очень далеко. Мы привыкли к тому, что скорость света на Земле, все это мгновенно. Как только мы выходим в космос, мы тут же понимаем, что скорость света очень небольшая. То есть это в три раза с половиной дальше, чем Земля от Солнца? Земля от Солнца – это 8 световых минут. А этот аппарат тогда находился, он же находился на эллиптической орбите. То есть можно говорить про какой-то один момент, когда он находился. Вот это в четыре раза дальше от Солнца, чем Земля. Почти в четыре раза. В три с половиной? В три с половиной, да. Аппарат должен был сесть на поверхность тела почти не обладающего гравитацией. Ну что значит почти не обладающего? Обладающего гравитацией, но гравитация настолько слабая по сравнению с земной, что было ясно, что аппарат сядет на поверхность, и тут же его, скажем, спружинившие опоры выбросят обратно. Поэтому исхитрились конструктора и сделали три устройства, которые аппарат должен был удержать. Первое. Это были так называемые гарпуны. Остро заточенные такие стрелы на концах тросов, которые отстреливались при посадке аппарата на поверхность, вонзались в грунт и удерживали аппарат от отскока. Было ясно, что это будет мало, поэтому сделали еще такую штуку. У аппарата было три ноги, и на каждой из ног установили ледобуры. Предполагалось, что эти ледобуры будут взведены благодаря удара аппарата поверхность и начнут сверлить грунт и остановятся там. Ну и, наконец, третье устройство должно было быть. Третье устройство – это было ракетный двигатель на холодном газе. Без выброса пламени аппарат на своей спине имел вот этот самый ракетный холодный двигатель, который его прижимал в момент удара гарпунов, чтобы аппарат не отскочил. Перед началом спуска, а это было уже, значит, через два месяца после работы, после вывода аппарата на орбиту у кометы, вдруг пришло сообщение от инженеров, что двигатель с холодным газом не отвечает на посланные команды. Тем не менее начальство сказало, нет, давай все равно будем посылать аппарат. Его освободили на высоте 20 километров, и эти 20 километров он спокойно падал 7 часов. Когда он ударился о поверхность, почему-то не сработали гарпуны. Потом выяснилось, в чем дело. Оказалось, что тот порох, который должен был выстрелить этими ракетками, гарпунами, почему-то в космосе высыхает, и причем это было ясно, что он высыхает за год, а аппарат летел 10 часов. Увы, не сработали ледобуры. Три ноги аппарата, три механических опоры спружинили, и аппарат отлетел вверх. Он два часа поднимался вверх, несмотря на то, что он отлетел со скоростью всего 1 метр в секунду. И потом он начал падать. То выбранное место, которое солнцем должно было освещаться, и все батареи должны были работать хорошо, солнечные батареи должны были работать хорошо, уходило из-под аппарата. Ядро вращается, а аппарат еще только собирается приближаться. Он уткнулся в поверхность уже на большом расстоянии от того места, где он был намечен для посадки, и опять взлетел. За это время аппарат еще сместился относительно намеченной точки, и, наконец, он сел. Оказалось, он сел в какую-то расселенную, где солнечные лучи почти не достигают батарей. Химические батареи проработали 60 часов, как было рассчитано. И дальше очень слабый лучик однажды коснулся этих батарей. Этого стало совершенно недостаточно. Почти через год, когда аппарат повернулся так, что вместе с ядром, что на него опять упал лучик солнца, он слегка пискнул и замолкнул навсегда. Вот это те слезы на глазах, которые появились у конструкторов, у авторов эксперимента. Хотя результаты, полученные розетой, продолжали получаться, собираться, благодаря тому, что они могли приблизиться к ядру очень близко, ну, буквально на тысячи метров, на несколько тысяч метров. Они собрали потрясающие данные. И вот, если нам удастся сделать следующую передачу, мы расскажем о том, что же там было получено. Хорошо. Спасибо большое. Ну, вот и публике спасибо за внимание. Вот видите, как увлекательна, на самом деле, беспилотная, непилотируемая, так сказать, космонавтика. Как могут тут драм. Ну, вот, конечно, то, что порох там вот так вот в вакууме высох, усох. Это можно было предусмотреть. Да, но это надо было на земле, конечно, предусмотреть. Удачи вам, всех благ, до свидания.